Перед новым сезоном баскетбольный клуб Барнаул ожидала одна из самых сложных игр за последнее время. Противниками сборной стали журналисты Алтайского края. Такие неформальные матчи это некая традиция, они могут быть еще, к примеру, с болельщиками. Однако со СМИ у клуба Барнаул особые дружеские отношения, помогающие улучшать спорт в нашем регионе. Что-то замылилось, мне напомнили, это было несколько лет назад, когда мне смешники говорили о том, что нужно вводить абонементную систему. Нужно вводить абонементную систему, которая будет, например, привязана к местам. Думаю, хорошая идея, мы это можем себе позволить. Мы это можем осуществить и сделать именно в этом зале. Вот простой пример. И поэтому сделали? Да. Подобный матч с журналистами клуб проводил и в прошлом году. Тогда встреча закончилась в ничью, однако теперь команда СМИ стала сильнее. Предчувствуя нелегкую игру, один из соперников не выдержал и перешел за сборную Акул-Пера. Даже предложил свою тактику. Ну, я думаю, будем стараться находить открытых игроков, открытые броски, пытаться забивать легкие мячи, пока, может быть, ребята-баскетболисты разомнутся, проснутся, может быть, удастся какие-нибудь полезные действия сделать. СБК Барнау, вам желаю остаться всеми живыми и невредимыми, потому что соперник серьезный, и вы это сейчас все поймете. На путстве оказались пророческими. Игра походила на кошки-мышки, где главными хищниками, конечно, были журналисты. Хотя поначалу они дали фору баскетболистам и старались не врываться по очкам. А как тут не потеть, когда мастера, подобно Дмитрию Дроздову, выполняют такие легкие забросы в кольцо? Да, я даже успел попасть, по-моему, даже в трехе попал. Ну, я думаю, кто-нибудь из великих баскетболистов мне бы пожал бы руку за это. Вот прикольно. А вот этот вот фрагмент видео мы потом, наверное, тебе покажем, поставишь в рамочку? Естественно, в рамочку и на полочку, где у меня все фотографии, я это поставлю. У меня уже есть одна фотография, где я забил и держу палец так. Теперь, я думаю, вторая фотография. Лишь ближе к концу сборная профессионалов наконец разыгралась и начала наверстывать пропущенные мячи. Понемногу использовали тактику, которая, возможно, обеспечит им выход в восьмерку лучших в новом сезоне. Мы работаем над быстрой игрой, потому что так как у нас состав молодой и есть силы бегать, прыгать, будем над этим работать, чтобы всех перебегать, быть самой быстрой командой Суперлиги. В этом году у региональных журналистов таки получилось буквально выиграть эту победу. Разница всего лишь два очка. Не зря же мы целый год тренировали руки во время написания текстов. Ну а если серьезно, то мы, конечно же, желаем успехов в грядущем сезоне нашим ребятам. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова